Многие из вас, те кто присматривается к возможности для себя живописного творчества, задают себе вопрос, а не поздно ли мне начинать и есть ли у меня талант. Многие так и говорят, что, наверное, для того, чтобы заниматься живописью, нужно иметь какой-то невероятный талант. Ну, в общем-то, трудно возразить, что нужно иметь талант. И, наверное, какая-то специализация талантов в человеческом обществе происходит. Одни больше поют, другие больше рисуют, третьи больше танцуют. Но я думаю, что вы все согласитесь с тем, что эти три таланта Бог дает нам изначально. И, в общем-то, начатки каждого из основных вот этих простых талантов. Талант изображать, талант танцевать, двигаться красиво, талант музыцировать. Эти таланты есть в нас у всех практически. Единственное, что они не имели в себе в вас, в нас развития для того, чтобы насладиться творчеством в этих областях. И я бы хотел как раз порадовать всех, кто присматривается к изобразительному творчеству, что, и это мне подсказывает мой опыт, опыт уже очень большой, через меня прошло очень много людей, которые занимаются живописью, которые только начинают, и те, которые не только уже начали. Опыт показал, что без талантов практически нет. То есть такой вывих рук и сознания, когда человек совсем не может изображать, таких вывихов практически нет. Мало того, в отличие от других видов творчества, именно живописное творчество в наше время, изобразительное творчество, дает возможность реализоваться с любой мерой таланта и с любым вкусовым пристрастием. И вы сами, я думаю, согласитесь с этим, когда осмотрите выставки и ту живопись, актуальную живопись так называемую, которая сейчас пропагандируется или та, которая в моде. В моде живопись интуитивная, живопись от души, живопись от глубин сознания, которые у всех нас есть. У нас может не быть изобразительных возможностей серьезных, но глубины сознания есть у нас у всех. Поэтому вопрос, стоит ли начинать изобразительное творчество, на мой взгляд, очевидно отпадает и рекомендация обязательно начинать. Тем более, что изобразительное творчество настолько творчески насыщено внутри себя творчеством, поиском, что вы получите настоящий творческий импульс во всей вашей жизни, то есть все ваши сферы жизни приподнимутся от скучного состояния к состоянию поиска, благодаря вашей работе, вашим столкновениям с живописью. Это первый вопрос, который обычно волнует новичка. Другой серьезный вопрос, который вы тоже поднимаете и спрашиваете, вот я хожу в студию, мы там рисуем то-то, то-то, или, а может мне пойти в студию, порисовать там-то, тоже очень важный вопрос. И, конечно, хочется на него ответить и передасти речь, может быть, некоторых, от чрезмерного увлечения академической формулой образования. Академическая формула образования рассчитана на то, что человек от юности, от детства начинает свой творческий путь и начинает с малых шагов, и уже через 8-12 лет приобретает некоторые формы зрелости. У вас такой возможности нет, вы заняты повседневной жизнью, уже какой-то иной сферой деятельности, и вам нужно умудриться обыграть невозможность вот этого академического опыта для вас, в вашей жизни, в вашем творчестве. И в этом смысле хотел бы предостеречь сразу от студий, которые учат и медведя рисовать. Это студии, которые учат по такой обычной академической формуле, когда мы ставим элементарные предметы, такие как шар, такие как куб, бутылка, яблоко, драпировка, и делаем штудийные работы, то есть скучные учебные задачи. Одно дело это делают юнцы, и другое дело взрослому человеку свое время растратить на такого рода подвиг. Советую в такие студии не ходить. Сейчас очень многие практикуют ту же схему обучения, которую исповедую я, и может быть даже ту, которую я изобрел, когда человек приходит и на первом же занятии пишет полноценную картину, готовую картину масла. В моем случае это вот такой просветительский зуд меня на это натолкнул. Ну неуемность может быть даже личностная. А в других случаях многие просто увидели, что это хорошо, это интересно, и тоже пробуют сейчас эти задачи. И я бы советовал идти именно к этим учителям, и не идти к учителям, которые не могут сойти с привычной для себя формулы. То есть когда они человека ставят перед штудийными задачами, в которых он профаном будет еще очень долго, и результат от своей творческой деятельности получит очень нескоро. В отличие от тех студий, которые я уже проговорил, которые результат дают сразу. То есть человек, выходя из мастерской учителя, уже выходит с полноценной картиной. С первого раза. Вот эти мастерские я вам рекомендую. Ну даже несколько человек работают, мои, так сказать, выпускники, мои сподвижники работают в этой области, и многие, я знаю, сейчас увлеклись тоже этой схемой. Выбор учителя в данном случае очень важен, и выбор схемы обучения очень важен. От тактики вашего учебного процесса зависит ваше эффективное развитие. И развитие такое, когда вы не отчаетесь в своей невозможности продолжать обучение. Потому что в одном случае вы получите продуктивное обучение, которое будет вести и к продажам картин, и к выставочным потенциалам, которые, конечно, нужны даже начинающему художнику. А то, что происходит в студиях академического толка, но даже не столько академического толка, у нас тоже академические задачи решаются. Просто часто преподаватели не могут уйти от того механизма, который запущен в них, когда делают вот эти штудийные вещи, предлагают штудийные задачи для взрослых людей, у которых нет на это ни времени, ни даже энтузиазма. Не может просто появиться такой энтузиазм. Ведь ту же задачу с выполнением шара, цилиндра, драпировки можно сделать, например, в портрете. Например, изображая близкого или знакомого человека, вы получите его голову как шар, вы получите его шею и руки как цилиндр и его туловище, вы получите ткани на нем, как драпировку в натюрморте и получите удовлетворение от изображаемого. То есть стоит уклониться, очень стоит уклониться от примитивных схем образования. И тогда вы, конечно, быстро продвинетесь в своем учебном творчестве. Учебном, который будет одновременно уже являться началом творческого пути полноценного художника. Так у вас на уроках срисовывают, да? То есть вот вопрос срисовывания. Ну, действительно, это серьезный вопрос. И в школах очень часто детки между собой обсуждают, что «А, это ты срисовал!» Ну, значит, это не имеет смысла. В общем-то, эта детская традиция сидит во многих взрослых людях. Сразу успокою вас, взрослых людей, в том смысле, что вся живопись – это одно сплошное срисовывание. И в училищах и институтах учебный процесс поставлен именно срисовывать. Мало того, самый эффективный путь развития – это копировать великих мастеров. Или хотя бы мастеров. Копировать. То есть проходить вместе с ними путь создания картины. Путь создания конкретной задачи. Это один вариант – это копирование. А другой вариант – это срисовывание с натуры. Это тоже срисовывание. А вы знаете, что 90% живописи – это работа с натуры. Что тоже является конкретным срисовыванием. Работа с материалом, с фотоматериалом, с набросков, эскизов. В наше время, конечно, в основном с фотоматериалом. Редко кто сейчас пускается делать эскизы или наброски, прежде чем исполнить картину. Но даже те, которые делают наброски или эскизы, они, опять же, тоже пользуются материалом натурным. Другой вопрос. Если вы хотите создать сложную композицию, где множество фигур зациклены в какую-то интересную ситуацию, то, конечно, вы сначала, или, допустим, вы увидели сон сложный, сложный такой сон, где столько всего было, где какие-то лестницы, где какие-то пространства, где какие-то стихии природы, и вам это все нужно бросить на ход. И вы начинаете рисовать себе где-то на небольшом листе общую композицию того сна, который вы, ну, или той идеи, которую вы предполагаете. А потом подбираете материал для исполнения отдельных элементов этой картины. То есть, когда вы в целом для себя увидели сочетание в пространстве всего, вы уже начинаете подбирать конкретный материал для исполнения конкретных элементов. Данных персонажей, людей, моста, еще что-то. Что-то, может быть, даже просто пофантазировали и придумали вариант моста, придумали вариант пространства, то есть какой-то необычный. Ну и, конечно же, уже появилось несрисовывание. Хотя, в общем-то, вы пользовались все равно натурным планом, который у вас в сознании уже существует, насмотренный материал. Поэтому вопрос срисовывания, я считаю, отпадает сразу. И беспокоиться по этому поводу, тем более новичку, не стоит. То есть, 90% живописи – это работа прямо с натуры. Дорогие друзья, вы видите, что мы сейчас открыли рубрику «Вопросы и ответы» начинающему художнику от художника. И для удобства нашего общения пишите свои вопросы в комментариях к этому видео. Часть вопросов, которые вы будете задавать художнику, ну, так сказать, предполагаемому учителю, вы получите ответы в видеоформате. Может быть, это будут более полные, более внятные ответы. Это будут, конечно, самые интересные вопросы, которые я буду отбирать уже как профессионал в этом смысле. А часть вопросов, которые не будут, не попадут в поле внимания моего для видео, я на них обязательно отвечу в письменном виде. Все ссылки и подробная информация находятся в описании к этому видео.